Французский бульвар продолжает уничтожать, причем делают это планомерно. По приказу городской власти это делает зелентрест. Безграмотная подрезка уже привела к гибели нескольких десятков деревьев. С наступлением лета последствия экологического варварства становятся все заметнее. Подробнее в сюжете Александра Виноградова. Плоды активной деятельности властей по благоустройству французского бульвара видны с первых шагов. Начиная от театра Аперетты идет ряд сухих столов. Специалисты зелентреста провели здесь так называемое омоложение. В их понимании. То есть попросту искалечили раскидистые деревья, целиком срезав крону. Одесситов уверяли, что так делается по всей Европе. И на месте старых веток обязательно появятся молодые побеги. Часть деревьев нашла в себе силы восстановиться. Но десятки других на всем протяжении бульвара умерли. Отрицательное впечатление, негативное впечатление. Я не знаю, не продуманно это было, или это какой-то эксперимент был поставлен. Но то, что получилось, это очень плохо. Какие могут впечатления? Ужасные, конечно. Ужасные, то есть обезобразили весь бульвар. Значит, плохо подрезают. Надо подрезать уже высохшие. А зеленые не надо. Деревья нужно подрезать только там, где это требуется, предварительно поговорив с зелентрестом. Спасибо. А зелентрест это и делает? Зелентрест делает. Если это правильно делается, то тогда можно. А если деревья сохнут и придется новое садить, то пусть зелентрест сначала подумает. В свое время общественники предупреждали городскую администрацию о последствиях такого благоустройства. Чиновники не хотели слушать. Они самые умные и знают лучше. Результат налицо. Если обрезание состоит так, как на французском бульваре, то оно фактически остается без той огромной фабрики, которая поглощает углекислый газ и выделяет кислород. А если нет поглощения углекислого газа в линии кислорода, нет этих биохимических процессов, то дерево рано или поздно погибает. На сегодняшний день процентов 60 деревьев на французском бульваре погибло, либо погибнет в ближайшее время. Что случилось, то случилось. Теперь деревья придется подсаживать. Пока же зелентрест не торопится хотя бы убрать сухие стволы. Видимо, ждут, чтобы в летнюю жару засохли остальные. А между тем, Одесса и так уже потеряла статус зеленого города. По имеющейся у меня информации, зеленых насаждений из расчета на каждого жителя Одессы у нас в городе меньше, как минимум, меньше, чем в два раза не хватает до минимального норматива. У нас город на самом деле не относится к числу зеленых городов. Дальше. Материалы генерального плана как раз и подтверждаются. Согласно постановлению кабинета министров номер 559, за уничтожение одного взрослого дерева или повреждения, мешающие дальнейшему росту, виновные штрафуются на 550 гривен. Если посчитать уничтоженные деревья по всему городу, чиновники зелентреста должны расплачиваться до конца жизни. При нынешней власти они остаются безнаказанными. Очевидно, у команды мэра еще зреет идея реконструировать французский бульвар. Снести два ряда деревьев и дать своим фирмам заработать на расширении дороги. Это значит, бульвара не станет. И чем больше деревьев засохнет сейчас, тем проще будет властям оправдать его уничтожение. У одесситов есть еще время помешать экологическому варварству, чтобы французский бульвар не повторил судьбу Аркадии.